Когда мы с вами научаемся видеть вот эти цветовые вибрационные волны, мы можем видеть цвет крови другого человека. И опять же, с позволения, у нас всегда есть свобода воли, свобода слова, свобода мысли. И когда человек, например, у меня просто уже было несколько раз, когда человек, например, просит, говорит, вот я вот что-то не понимаю, что со мной там происходит, что-то там не то, что-то не так, а ты понимаешь, что он проживает. Ты по крови видишь его вибрационные поля, то есть у нас в нашей крови всегда присутствуют и плюс, и минус. Если у кого-то положительный либо отрицательный фактор, всегда есть и плюс, и минус, их прям видно. Они разного цвета в крови. И когда ты смотришь вот на эту кровь, ты видишь, что, например, плюсы перенеслись вот с такого вот воплощения, а там минусы вот с такого. и они идут вот в этот вот сопротивление друг с другом, и ты, получается, и здесь жизнь, жить как бы не можешь, потому что вот вроде всё налаживается, и работа, и любимый там, и ещё что-то. И тебя раз, и опять какая-то с тобой приключается определённое событие, ты думаешь, ну что же опять случилось. А эти вот эти вот тельца, они не проработаны в определённом состоянии, и они как будто влазят. То есть кровь-то у нас никуда не меняется, она как и ДНК в нас постоянно вот так вот бежит. И я когда вот это вот больше увижу, я тоже вам расскажу, чтобы это было как-то логически понятно для вас. Вот, потому что столько интересных моментов действительно происходит, столько мы можем видеть и знать. И я сейчас думаю, может быть, у меня изменится мнение, я сейчас думаю, что когда мы вот это вот познаем, это вот как, вот эта вот плотность, как детский сад, наверное, то мы можем идти в следующую плотность уже как в школу, как в институт уже познавать другое. Но здесь, чтобы вот это вот познавать, если мы будем познавать это в удовольствие, только через удовольствие мы это можем познать. Ребят, поймите, как только нас откидывают в какие-то, вот во все наши состояния разочарования, это всегда эти состояния разочарования, это когда мы не хотим выходить на следующий уровень познания. И если мы не хотим выходить на следующий уровень познания, нужно всё время себя как будто бы как возвращать и слушать. А почему я не хочу? Почему я думаю, что я там-там, что ли, я буду не нужна? То есть нужно всё время как бы с собой разговаривать. Потому что когда мы можем выйти к следующему познанию только через лёгкость и через удовольствие, через разочарование всегда откат, через боли, через болезни, через ещё что-то, всегда откаты. А через лёгкость всегда это шаг вперёд. И поэтому, когда мы говорим там, я через аскезу туда-то выйду, я через аскезу туда, вот я вот через силу воли туда, через силу воли туда, не выйдите никуда через силу воли, только через осознание самого себя. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok